Всем привет! Меня зовут Армина. И сегодня я вам отвечу на самый задаваемый вами вопрос и в инстаграме, и в Аске, и под видео, везде, и вконтакте в том числе. Это где ты берешь вдохновление, что тебя вдохновляет. Ох, ребята, это, мне как кажется, это очень большая тема, на которую можно говорить просто годами, потому что, вы понимаете, ну, вот все, что меня вдохновляет, оно не может вдохновлять тоже вас или какого-нибудь другого человека. Это настолько персональная вещь. Вообще, каждый человек сам выбирает, что его вдохновляет, но тем не менее, сегодня я хотела бы вам рассказать о нескольких вещах, аспектах, которые меня действительно вдохновляют, и, может быть, они будут вдохновлять и вас. Так что давайте уже начнем. Первая вещь, которая меня вдохновляет, это же, конечно же, это картинки вконтакте и в тамплере, хотя у меня его нету, но я вконтакте подписана на группу. И, честно говоря, вот смотришь на эти картинки, такие красивые, и ты действительно хочешь либо творить, либо изменить свою вообще жизнь навсегда, хочешь что-то сделать, вот не могу, я их сохраняю, потом я, конечно, засоряю всю свою память вконтакте. Ну, ребят, я настолько их люблю, ищу, смотрю, и они реально меня вдохновляют на что-то, на какой-то подвиг, ну, не на подвиг, но просто измениться, вообще стать на хорошую дорогу добра, стать более здоровой, красивой, не знаю, пойти учиться и вообще творить. Меня действительно вдохновляет, и я знаю людей, которых тоже это вдохновляет, так что подпишитесь на разные паблики, заведите себе тамплер, найдите картинки, распечатайте их, поверьте себе на стену, каждый раз просыпаясь, смотрите на них, они действительно вас будут вдохновлять. Итак, следующий аспект — это погода. Вот, честно говоря, всё, что меня окружает, это моё вдохновление, люди, погода, картинки, моя комната, в конце концов. И даже бываю я, я бываю сама себя вдохновляю, я себя удивляю и говорю, «Боже мой, Мармин, да ты молодец!» И меня это действительно вдохновляет. Но всё-таки поговорим про погоду. Я очень люблю пасмурную погоду, дождь, тучи, и у нас сегодня весь день шёл ливень, и вот сейчас только что-только он остановился, и стало хоть чуть-чуть светло, а так мы жили в потёмках. Но я очень люблю эту погоду, я люблю солнце, ну не знаю, я так люблю вот эти свинцовые облака, вот эту серость, свежесть в воздухе, я так «А-а-а-а!» И очень люблю, например, когда выйдешь на природу, и вот этот запах, и вот эта мокрая почва под ногами, я просто кайфу от этого, и меня вдохновляет это нарисовать, знаете, какой-нибудь лес, пейзаж. Хотя я особо не рисую это, но меня это всё равно вдохновляет, так что это природа. Следующая вещь – это картины других художников, конечно же, потому что я смотрю на них, и я думаю, блин, скивать, ну почему я так не могу нарисовать, почему у меня не пришла такая идея? Я иду рисую, вдохновляясь этой картиной, ну получается совсем что-то другое, и когда я говорю, мама, вообще как ты взяла такую идею? Я показываю эту картину, например, вот там нарисована девушка с котом, я рисую, я не знаю, девушку вообще без кота, но с чем-то другим, например, я не знаю, с ящером. Она говорит, как ты додумалась до этого? Я говорю, я вдохновилась этим. Но моя картина и эта картина вовсе не похожа, потому что главное поймать вот это, понимаете, такое волшебное чувство, что ты хочешь творить, хочешь что-то сделать, что пришла идея, и надо её не упустить, и быстро это сделать. Следующая вещь, которая меня вдохновляет, это фильмы. Фильмы, мультики. Иногда, посмотрев на качество, посмотрев, я не знаю, на вообще саму атмосферу фильма, ты хочешь взять и перенести это на бумагу, на холст, или вообще воплотить это в свою комнату, изменить интерьер, сделать что-то подобное, или даже изменить свой стиль в одежде. Например, вот я недавно посмотрела «Красную королеву», и я до сих пор под впечатлением этого фильма, и я, честно, у меня я даже сама с собой не замечаю, что я хочу одеваться так же, как вот эта девушка, как вот эта Регина Сбарская, мне так она понравилась. И да, герои фильмов, сама атмосфера, фильм, даже может название, всё меня вдохновляет, честное слово. Всё, что меня окружает, всё, что я смотрю, всё, что я делаю, меня даже люди иногда вдохновляют на что-то. Увидела я по дороге и шла, красивую девушку. Да думаю, боже мой, да тебе только писать надо, мы в плане рисовать. Я прихожу, вспоминаю какие-то очертания этой особы, переношу на бумагу, и всё, тебя вдохновил человек, который даже об этом не подозревает. И в этом и заключается всё чудо вдохновления, всё чудо этого творчества, что ты ни с чего, из какого-то там вдохновления, какого-то образа, делаешь что-то прекрасное, и что-то чудесное. Знаете, я не хотела делать это видео долгие, потому что я уже смотрю, наговорила много минут, просто хотела вас вдохновить. Вот честно, некоторые пишут, что я вас вдохновляю. Я не знаю, как я вас могу вдохновить, но если это правда, я очень рада, что я кого-то могу вдохновить на творчество, на что-то новое, на что-то хорошее. И последнее, что я вам хотела рассказать, что делать, если нет вдохновления. Знаете, когда я была в восьмом, по-моему, классе, я была на сто процентов уверена, что я буду художником, я ходила такая, а-ля, я такой творческий человек, у меня нет вдохновления, я не могу рисовать. И знаете, что моя мама отвечала на это? Если ты не можешь рисовать, у тебя нет вдохновления? Садись за стол, бери кисть и рисуй. Есть у тебя вдохновление или нет? Мне плевать. Иди и просто набивай руку. И знаете, такое выражение, аппетит приходит во время еды, так же и вдохновление приходит во время творчества. Я желаю вам всего самого хорошего, найдите свое вдохновление, вдохновляйтесь, творите, делайте что-то чудесное. И вообще, всего вам самого хорошего, всем удачи и до новых встреч. Пока!